Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаем дальше сборку американского броневика ТС-17Е2. Ну и хочу поделиться успехами о проделанной работе. Собрал задние дверцы броневика, поставил на них ручки, лючки, поставил амортизаторы, всякие поручни. Сразу хочу рассказать, ребята, про данную модель. Кто любит конструкторы и кто любит повозиться с мелкими деталями, конечно, броневик рекомендую. Но кто любит попроще сборку, то модель, конечно, сильно расчленена на мелкие детали. Например, вот, друзья, показываю вам, например, глушитель поделен на 7-8 деталей, а их 2. Вот это значит 14-16 деталей. И что скажу по инструкции, ребята, конечно, немножко неудобная инструкция, потому что всё как-то так наляпано. Всего много на одной странице. Глаза туда-туда-туда скачут. Приходится аккуратно всё выделять, запоминать, где, как, какая деталь, на каком месте, чтобы не пропустить. Например, вот как, как здесь, видите, столько стрелочек, столько всего. Вот. Плюс фототравлённые детали, чтобы не забыть, поставить. Жалко тоже, конечно, гнулки нету для фототравления. Потому что фототравление хоть и мягкое, но гнётся не очень хорошо. Что-то надо придумывать, будет делать, чтобы гнуть. Вот. Так же, вот, например, вот эта деталька собиралась с трёх. Две маленьких и одна вот такая вот деталь. То есть, как видите, довольно сильно модель они расчленили. И сделали очень много деталей. Но, опять же, мне многим это нравится, когда есть с чем повозиться. Но я больше люблю такую возню зимой. Конечно, вот хочу ещё сказать по колёсам. Если есть возможность, то лучше поставить смоляные. Что эти довольно-таки грубые. Вот, смотрю, здоровые, здоровые колёса. Не знаю, как они тут правильно будут крепиться. Но тоже, например, вот здесь мне момент крепления колёс не очень нравится. То есть, если она тут приклеится наглухо, то это как бы хорошо будет. Вот. Но, опять же, как и говорили, что фирма довольно серьёзная бронка. Да, по сборке она, конечно, хорошо всё стыкуется. Но, я не знаю, неужели не проще было сделать здесь какую-нибудь шпилечку, чтобы одеть колёса, чтобы они хотя бы крутились, были рабочими. Вот. Один момент, который мне не понравился. И сразу хочу заметить размер колёс. Конечно, колёса, наверное, специально делались для передвижения по песку данных бронеавтомобилей. Потому что, ну, уж сильно большое кольцо для такого броневика. В целом, конечно, с охотойю довольны. Она собирается хорошо, стыковка хорошая, санка. Но, я приходится много мелких деталей обрабатывать, подчерчать, склеивать. Но, на которую уходит очень уж много времени. Например, на сбор вот этого всего у меня снимал вчера полдня. Возможности сегодня не было мети. Поэтому, сейчас я делюсь с вами тем, что сделал. Ну, и кое-какие детали поставлю и приклею на свои мета. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Клею шанец. Наверное, буду заканчивать это видео. Субтитры сделал DimaTorzok И хотелось бы, ребята, услышать. Вообще, интересно это кому-нибудь смотреть сборку подробную. Или больше, конечно, заострять внимание на покраску. Субтитры сделал DimaTorzok И всякие манипуляции с моделью. Или так же интересно смотреть и сборку. Пишите в комментариях, интересно, неинтересно. Нужно более подробно снимать или сделать и просто потом как бы лучше рассказать о проделанной работе. Как, что понравилось, не понравилось. Так сам так я особо не люблю сборку смотреть. Мне больше нравится смотреть, как люди красят. Что-то делают с моделями интересное. Хочу передать привет Сергею Саратову. Смотрел сегодня его ИС-3 на подставочке. Очень, Серега, понравился твой ИС. Камуфляж очень понравился. Подставку добротно сделал. Как я тебе писал ранее в комментариях, такой брутальный вестник апокалипсиса получился. Если бы была холодная война, реально под эту войну твой ИС-3 подходит. Также хочу привет передать всем ребятам, с кем мы общаемся. Кто комментирует мои работы. Все ваши работы, друзья, мне нравятся. Отлично делаете. Есть чего поучиться. Есть что посмотреть. Потихонечку заканчиваю свою работу. Вот так вот получается. Как-то раньше я старался делать, красить все отдельно. Потом приклеивать на цинокрилатный клей на модели. Но бывает, что он отваливается. Иногда кто-нибудь смотрит, зацепит рукой. И этот инструмент отвалился. Еще не дай бог, если кусочек краски какой-то вместе с клеем отколется. Потом попробовал метод, когда я клеил. Клеил на модель. И потом тоненькой кисточкой аккуратно красил. Все нормально получилось. И даже мне больше понравилось. И намного попроще. И намного попроще. Смотрю. Друзья. Все, друзья. Спасибо большое. Всех благ вам и вашим близким.